Итак, в зрелом возрасте человек должен практически уже жить. Учеба закончилась. Но когда человеку исполнилось 55 лет, ближе к 60 уже, он должен понять одну вещь, что с помощью просто труда он уже не сможет быть счастлив. Почему? Потому что в это время энергия кармы настолько сильно идет изнутри, что просто жить недостаточно, чтобы быть счастливым. Для этого нужно углублять с каждым днем свою духовную жизнь, потому что именно духовные отношения, отношения с Богом, прощения, покаяния, углубления в глубокие отношения с людьми, с этим миром, дают возможность пожилому человеку быть счастливым, здоровым и нужным. Потому что что требуется от пожилого человека? Нужна от него только духовная сила. От него не требуется уже физическая сила. Уже в это время увядают профессиональные способности. От человека в возрасте, ближе к 60 годам, нужна только духовная сила. Он должен быть только наставником для всех. И люди ценят это очень сильно. Если человек реально в этом возрасте обладает духовной силой, он незаменимейший человек. От него очень сильно люди нуждаются в таких личностях. Если вы хотя бы одного такого человека знаете, который в пожилом возрасте обладает духовной силой, то у вас вы очень удачливый человек. Потому что вы в любой момент можете прийти к нему, спросить его, а что в чем-то важном, и он своей внутренней проницательностью скажет вам, как в вас жить, и вы победите свою судьбу. Это очень ценная личность, когда человек в возрасте обладает мудростью, духовной силой. И поэтому после 55 человек должен, слава нашей старости, искупляющей нашу молодость, он должен реально трудиться над своей судьбой, учиться молиться, учиться работать над собой. Это делает его удовлетворенным, здоровым, счастливым и нужным. Сразу вот, когда человек действует согласно своему возрасту, он удовлетворенный, здоровый, счастливый и нужный. Маленький ребенок должен учиться. Если он не учится, он несчастный, больной. Если он занят процессом учения, он счастливый, удовлетворенный, здоровый. Девушка в молодом возрасте, 18 лет пришло, уже все, отучилась. Дальше надо практическое деятельность, надо рожать детей уже, воспитывать их. Удовлетворена, счастлива, здорова. Дальше влиятельно, когда женщина с ребенком, она может везде пройти, в любое место ее пропустить, потому что она действует как надо, по своей природе. В пожилом возрасте человек должен заниматься духовной практикой большую часть времени. Он может чуть-чуть работать, если ему нравится, но большую часть времени заниматься духовной практикой уже. Потому что потребности снижаются. Кушать надо меньше, уже новый дом строить необязательно. Человек чувствует, что ему не надо уже, он не чувствует потребности в 60 лет работать на новый коттедж. У него нет потребности. Он чувствует, что это и не надо ему уже. Некоторые, конечно, по-другому чувствуют, но это уже проблемы какие-то уже в сознании. В основном человек не хочет уже дальше увеличивать свои жилплощади или машину какую-то еще там покупать, сверх какую-то скоростную. Вот. Ему просто нужно покой в пожилом возрасте. Но покой душевный достигается только с помощью духовной жизни. Попытайтесь это понять. Не с помощью углубленного изучения телевизора, не с помощью углубленного изучения романцев или романов, или детективов, а с помощью чтения духовной литературы. Человек реально оплодобретает силу, покой, радость в своем сердце. И он побеждает судьбу. К такому человеку начинается тянуться молодежь. Когда молодежь тянется, она также заботится. Если мама, допустим, очень возвышенный человек, к ней постоянно будут люди приходить. Но иногда эти возрасты и категории жизни меняются ходом времени. Например, у меня был такой случай, когда молодой человек должен был выполнять обязанности уже пожилого человека. Так случилось в его жизни, что он попал в аварию и стал обездвижен. И будучи обездвиженным человеком, он пытался понять, почему так в его жизни произошло. Есть два варианта, понимаете? Когда наваливается тяжелая судьба, есть только два варианта. Какие два варианта? Первый вариант, она тебя искалечит. Второй вариант, она тебя возвысит. Что такое тяжелая судьба? Это сильное испытание. Сильное испытание или разрушает жизнь человека, или наоборот, жизнь становится сверхуспешной у такого человека. Вот это не все знают, многие не знают этого факта. Например, слепой человек удачливый или нет? Или это неудачник всегда? Ванга, например, она очень удачливый человек. Она была счастливейшим человеком, но она слепая. Почему так получилось, что она стала счастливейшим человеком? Потому что она победила свою слепоту. Она заняла себя очень сильно, как личность развивалась, и в результате она стала очень полезной. Даже без глаз. Потому что когда человек с глазами, он видит через орган зрения. А когда человек без глаз, то чувство видения действует напрямую. И если человек способен развить его, то он становится ясновидящим. Глаза для этого мешают. Когда человек смотрит через глаза, он не может быть ясновидящим, потому что он сталкивается с феноменальным вот этим вот грубым миром. А когда человек смотрит глазами своего ума, он видит тонкий мир. Глаза вот эти мешают здесь вот смотреть через это. И есть люди, которые, потеряв зрение, обретают тонкое видение, глубокое видение. И становятся очень полезными всем, потому что они дают такие советы, которые бы никогда в жизни человек о себе не догадался. Они его направляют более глубоко по жизни, такие люди. И вот этот человек, потеряв ноги, то есть он не мог ходить, он начал, пытался понять, зачем это ему нужно было в жизни. И он начал молиться в результате. В результате вот этой глубокой духовной жизни у него пришло озарение, что Бог у него забрал ноги для развития его как личности. Не для того, чтобы его убить, покалечить и сделать несчастным, как некоторые думают. И обижаются на судьбу, а значит на Бога. Он понял, что реальный план был другой. Бог ему отнял ноги для того, чтобы сделать его неординарной личностью, необычной личностью. Понимаете? Потому что человек с ногами, он больше времени в жизни тратит на то, чтобы куда-то ходить. А человек без ног, он на что тратит время в своей жизни? На самосовершенствование, он нет другого выхода. Понимаете, о чем я говорю? Этот человек начал тратить время на молитву. Он целыми днями погружался в духовную жизнь. Интересные вещи начали происходить в его жизни. Кто-то что-то у него спросил, он ответил. Потом тот сказал другому. Потом этот тоже пришел, спросил. Потом у него выстроилась очередь, которой спрашивали. И эти люди начали приносить ему покушать. Мама тоже, которая была на пенсии, вдруг обнаружила, что у них достаток в доме. Просто потому, что сын постоянно занят тем, что он служит людям. Потом какая-то девушка молодая начала заботиться там, помогать. И потом она говорит, а я хочу замуж за вашего сына. Представляете? То есть он просто начал выполнять свой долг в этом положении. А в таком положении человек уже долг мудреца должен выполнять. Он уже не может зарабатывать деньги. Он должен просто работать над собой. И этот молодой человек, он стал известнейшим человеком в своей вот этой местности. И он даже познакомился с моими лекциями. И даже мы с ним тоже познакомились. Он мне рассказал свою судьбу потом. Видите, нет поражений в нашей жизни. Есть просто непонимание, зачем это надо. Вот человек заболел раком, что он должен делать? Какие у него обязанности в жизни? Нет, только две обязанности. У человека, который заболел раком, только две обязанности. У всех. А? Как? Деградация первая. Нет, обязанности, я говорю, не... Я говорю обязанности, они варианты движения его жизни. Обязанности человека, который заболел раком. Какие? Вернуться от лома. Молиться, лечиться. Правильно. Кто сказал, поднимите руку? Спасибо вам большое. Только две обязанности. Это пытаться спасти свою жизнь всеми силами и одновременно готовиться к тому, чтобы оставить тело. То есть заниматься духовной практикой. Больше нет никаких обязанностей. Если приговор такой вышел, значит, надо все силы на лечение и на духовную практику. Кстати, духовная практика, человека, который болит раком, это самый мощный способ избавиться от этого заболевания. У меня есть одна знакомая, она живет в Бельгии, там есть такой ведический храм большой. И у нас один духовный учитель с ней. Она уже пожилой в возрасте. И она спросила меня, говорят, что ты как-то можешь диагностировать злокачественные опухоли. Я говорю, ну не всегда, но иногда получается. Она говорит, ну посмотри, у меня в легких что-то есть. Я увидел у ней в легком, в правом легком, в средней доле, увидел такой шарик, вот такой вот шарик, злокачественные опухоли мне. Я говорю, у тебя есть злокачественные опухоли в правом легком? Она говорит, правильно. Молодец. Говорит, эта опухоль возникла 30 лет назад. Я решила для себя, но это как бы не для всех решений, не для всех. Она решила для себя, что я не буду предпринимать особых попыток для лечения. Если Бог захочет меня забрать, пусть заберет. Я буду просто молиться. Она начала молиться. Просто начала молить свою. И эта опухоль перестала расти. Представляете? Просто остановилась. И так вот 30 лет она не растет. Хотя это злокачественная опухоль. Она своей духовной силой не дает ей расти. Но это всего один случай в моей жизни. Человек своими силами вылечил опухоль. В остальных случаях те, кто пытались своими силами вылечить, они уже там. Лучше всего воспользоваться советами врачей. И использовать официальную медицину в таких случаях. Там резать, значит резать. Это война, понимаете? Кто победит, неизвестно. Но человек должен знать, что если у человека такой приговор, злокачественная опухоль, значит он должен немедленно заниматься духовной практикой. Потому что цель человеческой жизни – это постижение своей духовной природы. Ради этого мы родились на этой земле людьми. А не для того, чтобы нарожать детей, замуж выйти, построить домик. Как мы думаем. Потому что когда человек занимается духовной практикой, он возвышается в следующей жизни, он попадает в другое тело уже. Более возвышенное. Есть разные виды жизни в этой Вселенной. И чем больше духовно развит, тем более высокую форму жизни он обретает. Человеческая форма жизни – это не самая высокая форма жизни. Она предназначена для того, чтобы идти путем разумного существования. Мы только в самом начале разумного существования. Некоторые говорят, что мы самые разумные существа Вселенной. Это безумие, так думать. Я могу вам некоторые вещи сказать, которые вы не сможете мне дать. Ни один человек из вас не сможет мне дать ответ. Кроме тех, кто знает уже об этом. Но некоторые даже не смогут понять, о чем я говорю сейчас. Хотя это простые вещи. Вот смотрите. Если вы здравомыслящие люди, вы со мной согласитесь, что простая клетка в человеческом теле – сложнейшая структура, которая сложнее, чем любой космический центр. Самый оснащенный космический центр менее сложен по структуре, чем простая клетка в человеческом теле. Это не мои слова. Это слова великих ученых. Они знают, которые изучают эти клетки. Там миллионы различных образований внутри. И все это гармонично работает. Все эти клетки в объединены в один удивительный организм. И вы скажете, который я регулирую. Нет, мои хорошие. Давайте сейчас проследим, что происходит. Я беру яблоко. Ем яблоко. Дальше я контролирую, что оно делает там. Как оно усваивается. Куда оно идет. Я контролирую этот процесс, нет? Нет. А что я могу сделать только? В какой-то момент я отвечаю на запрос. А запрос такой. Иди. Иди, а то будет пахнуть. И я иду просто. Это приказ. Если я не подчиняюсь, значит, все зависит от моих способностей терпеть. Если способности мать, слабые, тогда будут проблемы. Теперь смотрите. Я всегда могу руку поднимать свою? Ее же может парализовать. И тогда ее уже не поднимаю. Я не могу уже. Не контролирую. Видите, есть какая-то сила внутри, которая все это расщепляет, разносит по всем этим клеткам. Все это происходит очень отлаженно. Система работает очень глубоко, отлаженно. Мы можем мешать и помогать ей. Но она работает сама. И современные ученые, которые обладают недюжинным разумом, решили, что все это происходит автоматически. Автоматически. Просто само по себе. Вот если машину просто взять, пустить по дороге, она автоматически врежется в столб. Без контроля в этом мире ничего само по себе автоматически не существует. Но мы почему-то решили, что наш организм существует автоматически сам по себе. Видите, какие мы разумные. И мы в это верим искренне. Мы не знаем, что в нашем организме, веды говорят, кроме души, которая находится вот здесь, в области сердца, кроме души, сзади, за ней еще стоит одна душа. Еще одна душа. Но ее называют сверхдуша. Или высшая душа. И видящие люди видят, что она сияет, словно солнце там внутри. Если душа, мы сияем, как искорка солнца, то сверхдуша сияет, как солнце сзади. У человека вот здесь, как духовное солнце сияет из него. И это сверхдуша или представительство Бога в сердце каждого человека контролирует все процессы в организме, которые происходят. И она же, сверхдуша, много чего делает, к чему мы привыкли. Ну а если изучать эту вещь, то можно догадываться. Например, у меня было много таких случаев, я расскажу один из них. Я всегда после еды ложусь на 15 минут отдохнуть. Некоторым людям хорошо гулять, после еды некоторым сидеть, а некоторым лежать. Надо посмотреть, что вам больше подходит. Всех по-разному. Мне надо просто расслабиться после еды. Минут на 15. Я говорю жене всегда, разбуди меня, пожалуйста, через 15 минут. И каждый раз через 15 минут она мне говорит, тебе пора вставать. Я встаю и дальше как бы занимаюсь своими делами. И один раз я тоже услышал, тебе пора вставать. Я всегда, когда встаю, говорю, спасибо большое. Я подошел и сказал, спасибо большое. Она говорит, я забыл тебя разбудить. Я говорю, нет, ты не забыл, ты же сказала, тебе пора вставать. Она говорит, нет, я не говорила. Кто тогда сказал? Второй случай, который мне докладывают каждую неделю. Мне говорят, Олег Геннадьевич, после лекции часто, спасибо вам большое. Вы мне прислились во сне и сказали, мне очень ценный совет дали. И у меня все правильно, так это правильно. Спасибо вам большое. Я говорю, я не помню. Это сверхдуша. Потому что вы, если сверхдуша перед вами предстанет, вы забудете про совет. Она очень красивая. Господь очень красивый. И мы не можем его увидеть в этой жизни, потому что мы недостойны. Но сверхдуша может принять облик Олега Геннадьевича или жены. Кого угодно дать, чтобы нам что-то сказать важное. Она очень смиренная и принимает облик кого угодно. Я сегодня с утра молился и почувствовал, что будет хороший день, что будет хорошая лекция. Но также я почувствовал из сердца, что будет какая-то трудность. И потом, через какое-то время, эта трудность пришла. Я увидел, что вот то, что я почувствовал, то и сбылось. Хотя ничего не предполагалось, что должна быть какая-то трудность. Откуда я это узнал? Интуиция. Это что такое? Да, это голос Бога внутри. Не то, что я такой ясновидящий. Мне молния в бошку ударила, я стал ясновидящим. Нет, это сверхдуша, говорит. Это голос сверхдуши интуиция. Но если человек гордится собой и считает, что это его собственный голос, тогда сверхдуша уже не будет ему говорить. Какие демонические силы будут шептать ему из сердца? Всякую глупость о нем прославлять его будут. Ты возвышенный. Ты очень и очень хороший. Все должны слушать только тебя одного. Понимаете? И в чем цель человеческой жизни? Вот смотрите, веды как объясняют. Душа смотрит на этот мир, который является экзаменом для него. Что за экзамен такой? Экзамен вот в чем заключается. Что человек, который ищет счастье в этом мире, он забывает про свое истинное предназначение. Для того, чтобы вспомнить свое истинное предназначение, человек должен пострадать в этом мире. И страдания приходят к каждому из нас, несомненно. Специально для того, чтобы мы опомнились. Потому что цель человеческой жизни заключается в том, чтобы не сильно надеяться на этот мир, в котором мы живем, а развернуть свой взгляд назад. Разворачивается к сверхдуше. Вот когда душа разворачивается к сверхдуше, тогда она обретает все, что ей нужно в жизни. Как снаружи, так и снутри. Но этот разворот очень сложен. Потому что, когда человек сильно страдает, чаще всего он хочет еще раз туда. Вот, допустим, муж бросил, а я все равно найду себя еще лучше. Ну, то есть, как бы, еще раз, еще раз, все будет хорошо. Вот. Но когда человек пытается разобраться во всем, думает, что-то со мной не то происходит. И тогда он начинает погружаться в знание. А знание, любое знание, вот Олег Геннадьевич говорит знание, но если вы будете изучать, как оно поступает к вам, то вы заметите, что знание сначала отражается в сердце, а потом вы думаете, это правильно то, что ты говоришь. Видите, это не то, что я сказал, и вы прямо мне поверили. Нет, вы мне не поверите. Не верите напрямую. Вы слушаете. Это знание отражается в ваших сердцах. Вы думаете, это я уже знаю. Это правильно. И вот это правильно вы принимаете. Это значит, что вам знание все передает только сверхдуша человеку. Если не от сердца не отражается, то человек иногда тоже слушает, но значит, что у него есть какие-то личные интересы. Допустим, его завлекают. Вот ты это слушай меня, и ты будешь много денег зарабатывать. Слушай меня, и ты тогда выйдешь замуж быстрее. Слушай меня, и ты тогда сможешь кого-то обворожить, превратить, заворотить, наворотить и так далее. Видите, хитрость такая. Это означает уже другая беседа. Человек в это время не согласуется со своим сердцем. Он просто доверяет, поверил, что он услышит, потом станет успешным. Это корыстное слушание. Но есть слушание от сердца. Вот слушание от сердца является единственным правильным. Сердце откликается, значит, принял, пришло знание. Не откликается, значит, не пришло. Но глупость не может от сердца откликнуться. От сердца откликаются только правильные вещи. Запомните это. Сверхдуша не пропускает глупость. Поэтому знание приходит от Бога всегда, который внутри нас находится. Но если человек занимается раскаянием, очень трудно раскаиваться, потому что у нас всегда есть внутри чувство. Я прав, я прав, я прав, я прав, я прав. Оно постоянно идет из сердца. Я прав, я прав, я прав. Это чувство называется эгоизм. Я права, я права, я права, я права. И представьте себе, сказать себе, что я не прав. Это же тяжело? Очень тяжело. Каждому человеку, любому человеку очень тяжело. Вот сейчас я говорю, говорю, что-то вы раз мне скажете, вот это мне кажется неправильно. Я так, мне станет тяжело сразу. Почему? Потому что так действует эгоизм у каждого человека. Надо это проглотить, переварить, выслушать человека. Очень непросто. Нет, это так действует эгоизм просто. Наоборот, мы склонны всегда ошибаться из-за эгоизма. Интуиция от сверхдуши, но сначала интуиция – это не то, что мы думаем. Интуиция – это голос совести. Интуиция всегда срабатывает по-другому. Я сейчас вам объясню, как она срабатывает. У меня разок была ситуация трудная в жизни, а в трудной ситуации всегда правильный ответ – горький. а не сладкий. В трудной ситуации всегда горький правильный ответ. Но его трудно принять очень. Нужна помощь. Я проверил. Я взял изображение Ванги и спросил, так поступать или так? И сразу, немедленно ответ от ее изображения получил. Вот так. И у меня такое… А может так? И дальше сразу ответ, немедленно такая улыбка. Да, можешь и так. И тоже вроде бы правильно. Я такой, блин, что же делать? Потом я подумал еще, помолился и понял, что надо делать так, как сразу сказали. Не надо с божественными людьми играть в салочки. И просто так, через боль начал делать, как сразу было сказали. И это была правда. Это была победа. Я вам больно сказал. Мне лучше на личные консультации вообще не приходить. Это страшное дело. Вам не повезло. И все дальше? Помогло как-то или я ошибся? Нет. Все нормально? Ну, слава Богу. Я не гадаю, когда я говорю человеку. Я не гадаю. Нет, я не гадаю. А вы когда отвечаете, вы чувствуете? Вы меня видите? А может, нет. Вот подумайте. Может, вы не видите меня? Вот честно так себе скажите. Видите или нет? Видите? У меня есть такое правило. Если я что-то не вижу, я не говорю. Откуда и вы видите? Нет, не только глазами вы видите. Вы не только глазами видите. Я вам сейчас это очень легко докажу. Очень легко докажу. Вот вы образованный человек. Серьезный образованный человек. Я читаю лекцию уже час. И не сослался ни на одну, ни один источник. Я просто что-то рассказываю, рассказываю. Почему вы до сих пор отсюда не ушли? У меня к вам вопрос. Вот это и есть ваш ответ. Ваше сердце приняло, означает, что вы не глазами смотрите. Это сердце ваше вас оставило здесь. Без всякого сомнения. Вы не глазами смотрите. И вы также не можете сказать, что вы не можете дать совет. Например, я чувствую сейчас из сердца, из сердца чувствую, что у вас есть ребенок. Мне кажется, что это дочь. И мне также кажется, что вы любите с ней говорить очень близко и даете ей советы. И я также чувствую, что это идет из вашего сердца. И также я чувствую, что она вас слушает. Видите? Всему свое время. Каждый человек имеет свое время прийти на лекцию. В молодом возрасте человека очень сильно манит его желания. А приход на лекцию – это очень тяжелый и решительный поступок для детей. Дети не всегда способны. Если они просто согласны со всем, придет время, они пойдут этим путем. Но если вы будете их тянуть, то тогда вы поступите неправильно. У ребенка, у молодого человека, очень сильные желания в жизни. Эти желания затмевают возможность думать о правде, об истине. Это ослабевает в взрослом возрасте. Поэтому не всегда возможно ребенка тянуть. Но мы сейчас говорим о сверхдуше с вами. Когда человек советует другому человеку искренне с любовью, то подключается сверхдуша. Самое главное – не иметь никаких мотивов. Не желать прославиться перед этим человеком, заработать на нем, показать себя очень известным, крутым каким-то и так далее. И когда этих мотивов нет, ты просто хочешь помочь человеку. В этот момент на это желание откликается сверхдуша, и она дает чувство внутреннее. Что сказать? Это чувство должно согласовываться также с твоей философией. То есть, ну это не то, что чувство какое-то космическое, понимаете? Сейчас я вам скажу. Из созвездия Альдебаран пришло. Нет. Это согласуется с твоим представлением о жизни также. Но это дается и сердце. Так действует сверхдуша. Она является источником знания для каждого человека. А как тогда вам ответить? Это тоже очень просто. Она и вам ответит. Вам надо научиться верить в святых людей. Это практика. Вам надо каждый день кланяться святым людям, как я это делаю. И постепенно у вас к святости появится чувство. Чувство появится. Очень глубокое чувство к святому человеку. Чувство означает доверие. Вот допустим, у вас ко мне есть чувство. Но когда вы начали лично со мной общаться, появились сомнения. Но когда вы просто слушали меня, чувство оставалось. Потому что когда вы просто слушали меня, вы контактируете со своей сверхдушой. А когда вы начали со мной общаться, то этот контакт уже стал опосредованным через меня. Вот просто слушайте лекции, вас никто ни к чему не обязывает. Вы контактируете только со своей сверхдушой. Но когда вы со мной лично начали общаться, это другой эффект совсем. Вы уже начали чего-то бояться. Вот когда человек поклоняется святому человеку и лично с ним потом начинает общаться, он ничего не боится. Потому что он его узнал. Он уже доверяет этому человеку, у него нет сомнений в этом человеке. Это не простой путь. Люди, которые являются наставниками, они являются зеркалом моей совести. Они зеркалят совесть. Кто такой наставник? Почему я ему подчиняюсь? Не потому что я слепой человек, а потому что я убедился в том, что этот человек отражает мою совесть. И поэтому я верен этому человеку. Но эта вера не является слепой. Эта вера исходит из знания. Я должен всегда убеждаться в том, что он такой. Убеждаться должен быть. И он действительно каждый день ведет себя так, как надо. Я убеждаюсь. Но если человек сходит с правильного пути, тогда я не должен дальше брать у него советы. Это называется не фанатичная вера, но сильная. Я буду уважать всю жизнь этого человека, но не могу уже брать у него советы, потому что он сошел с правильного пути. Я каждый день сверяюсь по его поведению, со своим пониманием. Но этот путь надежнее, чем просто слушать сердце. Потому что в сердце находятся две силы. Одна сила — эгоизм, вторая — сверхдуша или совесть. И очень трудно иногда бывает разобраться, что из них тебе говорит — эгоизм или совесть. Тем более, что голос совести сначала имеет горький вкус, а потом сладкий. А голос эгоизма сначала сладкий, а потом горький. Всё наоборот. И поэтому у эгоизма всегда есть преимущества. И поэтому нужен наставник в жизни обязательно. Потому что если человек просто только слушает своё сердце, он может заблудиться на своём пути. Ему нужно корректировать своё понимание со старшим. Можешь последовать? Наставника надо искать, или просто молиться, и он... Наставника надо желать, желать. Искать — это понятие неправильное, потому что вы не сможете искать то, чего вы не видите, и к чему вы не подключены. Допустим, вы можете искать, допустим, африканскую ящерицу в Омске. Можем, но результата не будет. Потому что в Омске нет африканских ящериц. Наставник — это непонятный НЛО, неопознанный объект для нас. Мы не знаем, кто такой наставник вообще, как он выглядит. Может, это вообще не наставник. Может быть, я его выбрал наставником, а он вообще не наставник. Почему так? Потому что наставник — это не тот, кого я нашел, а тот, кого я стал достоин. И когда человек чего-то становится достоин, сразу Бог ему это показывает. Или показывает, где это взять. Одно из двух. Больше того, я вам скажу, что есть люди, которые получают наставления даже не только от людей, и даже не от ангелов, и не от сверхдуши, а просто от этого мира. Есть такое произведение с Шимадбхагаваттем. И там описан один мудрец, который рассказывал, как он терпение учился от дерева. То есть, если медитировать на дерево, настраиваться на его, как на учителя, то можно увидеть, что дерево — это такое живое существо, которое все принимает от этого мира. Оно стоит и не двигается. Что хочешь с ним делать? Можно обрезать ветки, можно кору содрать. Оно терпит просто, оно никуда не бежит. И у него такая сила терпения накапливается, что эта сила может научить тебя жизни. Когда человек неподвижно сидит, вот так вот, застывшись, он тоже обретает такую силу терпения. Но все равно с деревом не сравнишь. Потому что мы в любой момент можем смыться, а оно нет. У собаки можно учиться верности. Каждому животному Бог дает такую силу, которая кормит ее. Собаке Бог дал верность. Она смотрит на свою хозяину. Она смотрит, все, она готова на все ради нее. Просто на все. Если человек обретает эту верность, эту способность, у собаки можно перенять это свойство. Это божественное качество. Кошке Бог дал чувство комфорта. Человек должен везде чувствовать себя комфортно. Но кошка, вот она чувствует себя очень комфортно. Она может вот и так лечь. Если лапу поднять, она лапу будет держать так. Можно вот так и так. Как хочешь ее положи, она ей нормально все время. Это Бог ей дал такое качество. У орла есть внимательность. Если кто-то видел орла, он смотрит очень точно. Смотрит очень внимательно, неотрывно. Это пророжденное качество. Можно учиться у животных. Бог дал всему что-то свое. И этому можно учиться и перенимать эти качества. Даже учиться можно у этого мира просто. Но мы не хотим ни у кого учиться. В этом проблема. Проблема в нашем желании. Когда человек обретает желание, у него сильное есть чувство к наставнику. Он начинает учиться у деревьев, начинает учиться у всего, что его окружает. И в какой-то момент он обнаруживает, что наставник уже есть. Уже есть наставник. Со мной прямо вот рядом находится. Это жена или муж. Потому что Бог дал близкому человеку видение наших недостатков. Полное. Но Он не может нам об этом сказать в обычной ситуации. Он это говорит, когда выходит из равновесия. Он кричит. Ты дура такая, сколько можно уже это терпеть? Надо внимательно послушать, там есть правда. Человек кричит очень искренне. Он точно говорит правду в это время. Человек ругается. По крайней мере в начале, не потом, когда обзывают друг друга, а в начале, когда человек в отчаянии что-то хочет сказать, он говорит чистую правду про нас, которую мы не можем понять. Чистую правду. Но так как он говорит это в отчаянии, со злобой, поэтому она не принимается. Но если простить этого человека, потом анализировать слова, то можно очень много в себе открыть нового, интересного. Обычно мы не верим, что это правда. Думаем, что он просто обидеть меня хочет. Но человек искренне говорит правду про нас. И эту правду надо принять. И тогда будет развитие внутреннее. Видите, даже близкие люди являются наставниками, но не хотим от них ничего принимать. Дети тоже, да, дети, наставники тоже. Они видят правду тоже. По-своему, по-детски. Каждый человек видит правду близкий с искажением на себя. То есть каждый видит правду для выгоды, для своей. Но они видят все равно же правду в нас, но для своей выгоды. И поэтому мы эту правду не принимаем. Но это же правда. Допустим, муж говорит, женщина должна хоть иногда готовить в доме. Это правда? Ну так как вы видите, что гад такой, он хочет, чтобы я для него тут прыгала целый день. Мы не принимаем. Женщина думает, ну ты вообще одногленно. И не принимает эту правду. Но это правда. Это обязанность женщины. И женщина в отчаянии говорит, ты хоть копейку в дом принеси. Хватит на диване лежать, сколько можно. Он думает, она меня хочет эксплуатировать. Хочет, чтобы я пахал на нее всю жизнь. Но она же правду ему говорит. Что-то муж должен зарабатывать деньги. Так или нет? Причем правду о других нам легче понять. О себе очень трудно. Но от наставника легче. Потому что наставник это такой человек, который говорит очень по-доброму правду. Он так говорит, он не навязчиво говорит, очень по-доброму. Но так как мы хотим ему верить, потому что он очень сильно работает над собой, он является примером. Когда ты человеку слушаешь, человек, который примером является, и он говорит тебе эту правду гораздо нежнее, и мягче, и спокойнее, с любовью, тогда это входит в сердце слегка. Поэтому нужен наставник. Нужен старший, чтобы говорить правду. Потому что и младшие говорят равные, и равные нам говорят правду. И даже собачка иногда может нам подсказать что-то в жизни. Допустим, я услышал недавно историю такую удивительную. Девушка хотела научиться не ругаться с мужем. Но у нее что-то не получалось. И она на него наругалась. Начала ругаться с ним. Но не захотела продолжать. И побежала на улицу. Выбежала на улицу. И у нее было такое чувство... Ну, женщина знает, что это такое. Чтобы хоть кому-то что-то сказать все равно. Вот. И проходила женщина с собачкой. Собачка среагировала на это чувство, и на нее начала гавкать. И тогда женщина сказала, почему ваша собака без намордника? Закричала на нее так. На женщину, которая проходила. И та посмотрела на нее и говорит, может тебе самой намордник найдет? И так как она уже молилась Богу, как бы работала над собой, в этот момент она сконтактировала со сверхдушой и подумала, ведь правда же. Ведь правда же, мне самой намордник надевать уже пора. И это ей помогло уже в отношениях с мужем. Она не сразу смогла себе помочь, но сверхдуша сработала через собачку даже. Знание получила женщина. Видите как? Знание к нам приходит из разных мест. Но мы должны его желать, этого знания. Потому что очень просто жить, думать, что все вокруг виноваты. Но эта жизнь не помогает. Из три категории людей, смотрите, первая категория, которая считает, что вокруг виноваты все, но я никогда не виноват. Эти люди находятся в невежестве, живут в невежестве. Разум не работает совсем, судьбу изменить невозможно. Люди неудачники такие. Они всю жизнь мучаются, потому что не знают причину страдания. Они никогда не признаются себе, у них нет счастья в жизни. Есть вторая категория людей. Это люди, которые принимают правду только тогда, когда им выгодно. Например, жена все время говорила, слушай, ну давай будем по-человечески жить с тобой, давай по-человечески жить. И муж все время на свое, на свое, по-своему. Потому что хочет заэксплуатировать близкого человека. Мужчине по-мужски, женщине по-женски. И он по-своему, по-своему, она уже все, уже не знает, как с ним жить, потому что когда мужчина хочет своего счастья, женщина-то причиняет страдания. Да женщина своего счастья от мужчины хочет, мужчине это причиняет страдания. А когда человек сильно много счастья хочет, с ним жить невозможно. И жена говорит, ну все, я пошла, я уже не могу. И он думает, что она его проверяет, но она собрала вещи и пошла. И когда она уже подошла к двери, он встал поперек двери, вот так встал. Нет! Я во всем раскаиваюсь! Не уходи, я буду жить правильно с тобой! Это страсть. Человек принимает наставление, но когда выгодно ему? Самый последний момент только. Когда он чувствует, что уже нельзя по-другому. Допустим, директор завода выгонял, выгонял, потом раз выгнал. И в этот момент он все, я понял, все, прости, теперь прости. Когда уже поздно, да? Или почти поздно. То есть человек в страсти принимает правду, но от испуга. Он принимает правду в последний момент, веря, что судьба его простит. Но так как он принимает правду от испуга, потом постепенно он возвращается к прежней жизни. И есть еще благостные люди. Кто такие благостные люди? Не то, что они прям сразу правду про себя принимают. Нет. Они хотят научиться это делать. Они уже знают, что мы эгоисты по природе. Благостные люди знают, что очень трудно принять тебе слова, когда говорят какие-то правильные. Очень трудно это принять. Но надо. Надо. И благостные люди поэтому постепенно побеждают свою судьбу. Люди в страсти, они идут по этому пути. Но иногда сворачивают. Страсть это промежуточная такая сила. Или человек благостным становится, или невежественным. Человек в страсти не знает еще, как правильно жить. Благостный человек уже догадывается. Он чувствует, что надо вот так. Надо на себя направить усилия в жизни. Причем интересно работает система. Смотрите. Допустим, я ругаюсь. Ну, мне трудно жить с близким человеком. Человек в невежестве как считает, чтобы было легче? Что он считает надо сделать? Да, надо перевоспитать близкого человека. Мучить его, пока он не сдастся. Тогда будет легче. Человек в страсти как считает, когда будет легче? Ну? Другого найти. А? Другого найти. Другого найти, да. Это вариант страсти, да. Он думает так. Но так как мы не можем сразу найти другого, потому что есть сила, которая не дает. Что это за сила? Вот что это за сила? А? Страх. Страх. Нет, это Бог. Бог соединяет людей. Вы знаете об этом? Бог соединяет и держит людей вместе. Поэтому, когда мы разрываем отношения, Бог гневается на нас, и мы будем за это отвечать. У нас потом идет разруха в жизни. Мы бросили кого-то дальше, найти не можем. Это результат разрушения того, чего мне не принадлежит. Именно поэтому мы не можем бросить человека, потому что есть какая-то сила, которая мешает. Я вроде бы хочу уйти, но не могу. А так мы все уже разбежались давно. Но не могу, что-то мешает. Сила какая-то. А почему мне когда-нибудь мешает сила, а они когда все-таки расходятся, не мешают. А им тоже мешает сила. Но в какой-то момент они ее... Да пошла ты, это сила! Эх, яблочко, там на тарелочке! Надоела мне жена, пойду к девочке. Терпение не хватает. А? Терпение не хватает. Нет, это не терпение. Это бунт. Некоторые люди говорят, я бы давно тебя оставил, но совесть не позволяет. Они точно поставили диагноз, что им не позволяет уйти. Совесть. Совесть — это энергия Бога. Бог не дает. Человек думает, ну как-то так нехорошо. Вот сразу взять и уйти, как-то нехорошо. Надо вот все-таки что-то еще с ним сделать. Может, он перевоспитается все-таки. Немножко отдышалась, и опять на него... Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Клевать его по мозгам. Совесть же не позволяет уйти, но клевать его, значит. Потому что нет знания, где счастье. Ей кажется, что счастье... Когда он изменится, тогда будет счастье. Это жизнь в невежестве. Жизнь в страсти. Мечта уйти. У людей в страсти всегда мечта уйти, да. Но что они делают? Люди в страсти. Чем они занимаются? Люди в страсти не обращают внимания, что нам плохо. Они договариваются. Пытаются договориться. Им больно вместе, но они... Ну давай. Они пытаются договориться, понимаете? Ну вот, допустим, в туалет захотел, вдвоем захотели в туалет, надо договориться, ну вот вместе сесть невозможно. Надо что-то делать, и они договариваются как-то, пытаются. Ну как? Ну невозможно же, правильно? Люди в страсти обманывают друг друга, просто обманывают. И вся психология, почти вся современная психология, она учит людей договариваться. Но проблема ведь не в том, что мы не можем договориться. Проблема в другом. Кто знает в чем? Вы самообманываете себя. Ну почему? 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 Но мы не можем договориться. Потому что мы не правильно договаривались. Мы в огне, на кого нет силы. У нас нет силы. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Только Господь может дать силу. У нас нет силы на что? На силу бороться с этими страстями. О, какой вы разумный человек. Проблема ведь у людей не в том, что они не поняли друг друга. А проблема в том, что они страдают из-за грехов, которые лезут из них обоюдно. Понимаете, проблема людей заключается в том, что у них очень много недостатков, очень много пороков внутри. И эти пороки, они взаимно разрушают друг друга. И мы специально соединились с близким человеком, чтобы разрушать друг друга своими пороками. И как тут договоришься? Вот у меня ножичек, чтобы тебя колоть. И у тебя ножичек, чтобы меня колоть. Давай будем колоть послабее. Но послабее же не получается. Есть такая история. Договориться, вот как действуют люди в страсти. Один скорпион хотел переехать на другой берег. Не знал на ком. Никто не соглашался. Потому что скорпион, когда ужалит, то животное погибает. И один верблюд переходил через реку. И скорпион сказал, пожалуйста, перенеси меня на тот берег. Он говорит, ты меня ужалишь, вместе потонем. Он говорит, ну ты что говоришь? Зачем мне тебя жалить и тонуть? Смысл какой? Логика какая? Мне тебя жалить, чтобы мы вместе потонули. Я же плавать не могу, а ты высокий. И спокойно можешь перейти реку. Верблюд согласился. Говорит, ну залазь на спину. Будем, пойдем тогда. Что делать? Они идут петь через реку. И в какой-то момент скорпион... Может и не помрет. Мягенькая кожица, тепленькая такая. Ну захотелось уколоть. Ну и у них там были, конечно, вместе. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok